Спасибо, вижу, что слышно. Хорошо, спасибо. Спасибо, вижу, что слышно. Спасибо, что слышно. Спасибо, что слышно. Спасибо, что слышно. Кроме того, что мы разбираем непосредственно 7 задач, которые в обязательном порядке мы должны знать, приступая вообще к работе в соцпроекте. Все-таки есть вопросы, которым нужно уделять немножко больше внимания. Вот что сегодня я решила сделать. Мы все понимаем и знаем уже, что ввод в систему партнера происходит буквально с четырех шагов. И вроде бы эти четыре шага достаточно простые. Пригласить, прослушать вебинар или презентацию, то есть презентовать наш проект. Созвониться, договориться о встречах, договориться об инвестициях, вовлечь в систему, показать кабинет, рассказать все о нашем проекте, как что работает. Но не так все это просто. Эти четыре шага, их можно выполнить непрофессионально и тогда не будет успеха у нас, у нас не будет продвижения. А можно делать профессионально, пошагово, изучив 7 задач спонсора, которые мы как наставники в обязательном порядке должны уметь решать. То есть мы должны не только сами уметь, но мы партнеров должны научить правильно ставить цели, потому что цели являются нашим главным мотиватором к движению. Если у нас есть цель, значит мы будем к ней идти, мы будем преодолевать какие-то преграды, делать какие-то шаги. Создавать книгу контактов – это не просто создать, ее нужно и создать, и вести, и уметь с ней работать, потому что книга контактов – это вообще наш самый основной инструмент. Ну, для того, чтобы дойти до своих целей, чтобы достичь своих целей, нам, конечно же, нужно научиться планировать свое время, хорошо изучить тайм-менеджмент, потому что это тоже одна из главных задач. Да, в принципе, здесь нет неважных, здесь нет неглавных. Научиться делать телефонные звонки, научиться правильно презентовать наш проект, правильно рассказывать о нем. И в дальнейшем уметь сопровождать своих клиентов, не отпускать их, помогать им для того, чтобы они развивались, для того, чтобы они тоже могли строить свои структуры и точно так же, как и мы, достигать успеха. Ну и, естественно, работать с возражениями для того, чтобы нас никто не мог сбить, потому что мы знаем ответы на все вопросы, мы знаем, куда мы движемся, мы знаем, что мы делаем. Так что семь задач спонсора, семь задач, можно сказать, дублицирования, так еще их тоже можно назвать, семь задач дубликации мы с вами будем изучать. И сегодня мы рассмотрим только две задачи. Это постановка целей и создание книги контактов. И я хочу вам рассказать не только, как правильно строить, ставить цели, как правильно к ним идти, к достижению, а как помогать еще своими действиями, своим примером, как помогать достичь, поставить и достичь эти цели нашим партнерам с учетом их психотипов, то есть их характеров, о мастерстве подачи им информации, потому что люди все разные, и очень важно прочувствовать, что за человек перед нами, потому что мы знаем уже, что когда мы беседуем с человеком, нам нужно уметь настроиться на его волну, тогда мы для них будем свой парень, и они более открыто с нами общаются. Так вот, мы сегодня немножечко разберем психотипы, чтобы понимать, как нам уметь настраиваться на их волну. Итак, что такое дубликация? Это повторение, дублирование, копирование. То есть мы так понимаем, если у нас в структуре есть успешные люди, мы копируем и дублируем их действия. Если мы хотим выстроить такую же хорошую, успешную структуру, как, допустим, наш наставник, который нас пригласил, то значит нам нужно к нему присмотреться, посмотреть, какие он действия выполняет, сходить с ним на мероприятия, на которые он ходит для повышения своей, может быть, квалификации. То есть мы полностью дублируем и повторяем. А если у нас есть возможность близко с ним общаться, если у нас есть возможность задавать ему в любой момент вопросы и пользоваться его помощью, приглашать его на разговоры, то это вообще чудесно. И в принципе мы как наставники, мы должны быть доступны, быть доступны для своих инвесторов, для своих партнеров. И точно так же всегда приходить им на помощь, сопровождать и помогать. Итак, начнем с первой задачи, это постановка целей. Цели бывают очень разные. Они бывают такие далекие-далекие, достижимые, недостижимые, как мечты. И если мы правильно сумеем их квалифицировать, то мы и правильно сможем эти цели поставить. Например, есть такая классификация целей, как красная и синяя. Красная цель – это далекая, большая, грандиозная цель, которая, можно сказать, наша мечта, и мы хотим к ней прийти. И по дороге к этой цели у нас будут определенные шаги, определенные задачи, которые мы должны решить. И вот эти все задачи, эти шаги, эти ступени к достижению нашей красной цели – это и есть промежуточные, их называют синие цели. И это очень важно, когда мы поставим долгосрочную цель на какой-то период, допустим, на 5 лет вперед, то мы сможем расписать по годам, чего мы хотим достигнуть ежегодно, какой результат, допустим, по окончании каждого года мы хотим, чтобы был. Да, точно так же, если цель на год, мы можем разбивать на какие-то еще промежутки, но каждый под себя это делает для того, чтобы прийти к этой годовой, допустим, цели. Вот, поэтому красные – это большие, синие – это под цели. И вот каждая цель, неважно какая она, большая или маленькая, ее было бы очень правильно поставить по системе SMART. Система SMART – это, как сказать, то есть по системе SMART у цели есть определенные параметры, определенные характеристики. Например, эта цель должна быть конкретной, она должна быть измеримой, она должна быть достижимой, значимой и определенной по времени. Я однажды приводила такой пример, и мне он, в принципе, очень нравится, потому что он очень легкий. Допустим, это будет наша не карьерная какая-то цель, а это будет наша личная цель. Мы хотим к концу года, например, заработать 10 тысяч долларов. И тут же мы рассматриваем вот по этой системе. Она у нас конкретная, да, конкретная. Мы понимаем прекрасно, что мы хотим 10 тысяч долларов к концу года. Ну, например, на покупку квартиры. Эта цель измеримая? Да, измеримая. Мы же будем видеть конечный результат, как мы поймем, что наша цель достигнута. Это наши 10 тысяч долларов, которые мы заработаем. Она достижима в нашем случае? Да, она действительно достижима. Мы понимаем свои возможности, мы понимаем возможность той компании, в которой мы работаем, мы понимаем, как мы будем к этому идти, то есть если мы видим дорогу, по которой мы идем, мы будем понимать, сколько, как мы можем заработать, что нам для этого нужно сделать. Поэтому она для нас совершенно достижимая. И даже загадывая другие цели, что значит достижимая, мы должны понимать, какие наши ресурсы позволят нам выполнить эту цель. То есть хватает ли наших ресурсов временных, хватает ли наших финансовых ресурсов, хватает ли наших, может быть, даже эмоциональных ресурсов выполнить эту цель. Поэтому достижимая, это значит, в зависимости от наших с вами ресурсов, мы ставим цель и мы рассчитываем, можем мы ее достичь или нет. Значимая, она должна для нас, конечно, иметь значение. Она должна для нас иметь какую-то важность. Мы понимаем, что, ну вот как в данном случае, например, квартира. Мне нужна квартира, мне все, у меня уже не хватает всего лишь 10 тысяч, я лучше не могу жить на съемной. То есть для меня, конечно, она имеет большое значение, большое значение имеет моя цель. И тогда я, естественно, к ней иду более осознанно, более целенаправленно. Но, естественно, цель должна быть определена во времени. Мы не можем размазывать ее, но когда сбудется, тогда сбудется. Если у нее есть определенное время, то это даже как, наверное, посыл во Вселенную, когда мы знаем, если мы проговариваем то, чего мы хотим, то Вселенная нам отвечает и помогает. Когда у нас четкие поставлены рамки, то мы понимаем, что мы гораздо быстрее пойдем и достигнем эту цель. У нас есть материалы по дубликации, которые мы когда-то разрабатывали для партнеров, для работы тоже, где есть такой бланк. Так, предложенный, чтобы мы могли записать свои долгосрочные, краткосрочные цели. Это тоже помогает, когда вы визуализируете ее и работаете с таким бланком, вы можете работать даже с нашими партнерами. То есть у вас уже есть эти бланки, вы им рассказали что-то, дали им какие-то понятия и тут же на бланке предлагаете им вписать свои цели. То есть когда они будут их вписывать, поверьте, им не хватит этих, может быть, даже трех пунктов. Потому что когда человек просто думает, когда это просто где-то в мыслях, получается так, что что-то мы забываем, где-то мы не принимаем во внимание, что-то мы просто отодвигаем. Когда у нас эти цели все будут написаны, мы будем об этом все время помнить, нам все время будет даже приходить, возможно, какие-то новые идеи. Но очень важно, если вы расписываете свои цели на год, обязательно сделать какие-то промежуточные отметки, чтобы вы понимали, вот я все достиг, здорово, я прошел по пути, хорошо, идем двигаемся дальше. Например, как пример, можно из нашей уже, из нашей области привести пример. К концу года достичь статуса топ-эксперта. Все, эта цель соответствует всем тем параметрам и требованиям по системе SMART. Она абсолютно определена, она достижима, она конкретная, у нее есть временные рамки, она для нас значима, потому что мы прекрасно понимаем, что достигнув топ-эксперта, перед нами открываются гораздо большие финансовые возможности, то есть у нас есть и подарок, у нас есть и ежемесячные уже выплаты для топ-экспертов. Вот, и мы расписываем дальше эту цель по месяцам, то есть что мы делаем в первый месяц, например, вот в первый месяц, кстати, очень хороший образец для старта. В первый месяц мы пишем 10 прямых продаж. Это не так сложно сделать 10 прямых продаж, если мы начинаем, если у нас есть круг знакомых, с которыми мы можем стартовать. Вот, сделав 10 прямых продаж, у нас, конечно же, наверняка найдутся люди, которые сделают побольше какие-то инвестиции, кто-то поменьше. У нас уже будет, наверное, и какая-то определенная сумма, которая позволяет получить ранг лидера, ну, конкретно инвестиций первого уровня. Скорее всего, среди этих людей найдутся те, которые тоже захотят двигаться, то есть трех людей мы здесь можем промотивировать и продвинуть дальше, обучить их, помочь им тоже достичь ранга лидера. То есть если мы за месяц проделываем эту работу, то мы автоматически к концу месяца уже достигаем ранга мастера. И это на самом деле не сложно. Честно скажу, я стартовала именно так. Когда у меня вообще старт был очень странный, потому что я сначала сопротивлялась работать со структурой, строить структуру, команду какую-то, я очень сопротивлялась. Для меня, как для гуманистов, было очень важно, что я в замечательном проекте, что я инвестирую, что я поддерживаю Юницкого, что я участвую в таких глобальных изменениях, которые наступят на нашей планете. Для меня это было очень важно. Плюс я понимала, что я обеспечу свое будущее, будущее своих детей. Все, дальше у меня был блог. И мой наставник никак, вообще никак не могла меня расшевелить для того, чтобы я начала работать. Но что-то она нашла какой-то ключик, она мне сказала, я не понимаю, ты человек открытый, ты для людей, ты за людей. Почему ты такая эгоистка? Я говорю, почему я эгоистка? Ну как, ты сделала себе пакеты хорошие, ты, значит, вошла в прекрасный проект, почему ты не хочешь поделиться этим с другими людьми, чтобы у них тоже была возможность принять участие в проекте, проинвестировать и таким же образом, как и ты, просто обеспечить свое будущее. Не будь эгоисткой, расскажи своим знакомым, пусть они тоже обеспечат свое будущее. Ну, ты же, у тебя же большой круг знакомых, ну пусть они тебе спасибо скажут. Я думаю, ну да, действительно, ведь у меня много друзей, меня уважают в моих кругах, думаю, а тут они меня еще больше будут уважать, если я им расскажу о проекте. И так получилось, когда я увидела, когда начинает расти этот оборот структуры, и когда я поняла, боже мой, да здесь можно еще больше зарабатывать, а тут можно это, это и все. То есть у меня просто открылись глаза, да, и я очень быстро пошла, я действительно очень быстро пошла, я эксперта получила, наверное, за меньше года. Меньше года я получила эксперта, хотя, в принципе, наверное, могла бы еще побольше, если учесть, что при этом я, наверное, каких-то месяцев 3-4 вообще сопротивлялась и не хотела совершенно работать. Вот, ну это сейчас мы поговорили о топ-эксперте, о наших карьерных целях, да, но мы понимаем, что никогда нас карьерные цели не будут радовать, если мы не будем достигать каких-то своих личных целей. То есть мы всегда никогда не должны забывать о себе любимом. Для того, чтобы мы были счастливы, у нас, можно сказать, во всех наших отраслях должно быть все здорово и классно. Поэтому обязательно параллельно думаем о себе, прямо делим на категории, какие для нас самые важные. Это, по-моему, сейчас просто подсказочка такая, да, в каких направлениях, в каких категориях мы можем еще параллельно ставить свои личные цели. Это важно. Вот, это важно. Они у нас всегда переплетаются, но, как правило, потом получится, что они у нас будут переплетаться с нашими карьерными целями, и когда оно все будет идти гладко, у нас будет здорово. То есть это может быть как вот карьера, о которой мы сейчас говорим, это могут быть просто финансы, благодаря которым мы там либо в путешествие какое-то отправимся, либо, не знаю, приобретем что-то, там, может быть, яхту кто-то мечтает из наших партнеров купить, поэтому мы им говорим, что яхту ты тоже можешь купить, благодаря тому, что ты подключаешься к нашему проекту. Да, может быть, кто-то хочет получить высшее или второе высшее образование. Физическое состояние, семья, ну и цели более в глобальном масштабе, как, в принципе, мы с вами сейчас все, я думаю, одна из наших целей, все равно она такая, она здесь, улучшить мир, принести какой-то, внести свой вклад в экологию, безопасность. Вот поэтому цели могут быть разные, ставьте цели те, которые вас будут радовать. Кроме того, что мы бомбим в нашем проекте, да, мы работаем, то есть делайте так, чтобы вам было хорошо, комфортно и радостно, чтобы все остальное у вас тоже было в десяточку. Даже рекомендую вам на многих тренингах такое предлагают сделать, сделать карту своих желаний, желания и цели практически одно и то же, потому что если мы хотим, чтобы наши желания, наши мечты исполнялись, мы превращаем их в цели, просто идем, идем к ним, да. Вот, поэтому, сделав карту желаний, разделите большой такой лист, плакат на стенку повесьте, разделите его на вот такие вот отсеки, тоже на категории, в середину свою фотографию, и все самое красивое, все самое замечательное, мотивирующее, все, что нас радует, приклеиваем сюда картинки, пишем какие-то лозунги, это тоже своего рода визуализация, это тоже своего рода посыл во Вселенную о наших желаниях, да. Вот вам пример такой, такого коллажа, который яркий, красочный, радующий, то есть человек, который, девушка вот в центре, она написала «Я счастлива», потому что она окружила себя всем тем, чего бы ей хотелось в жизни достичь. Вот, это тоже нам помогает идти к нашей мечте, помогает нам работать. Понимаете, наши цели – это не просто какие-то мы даем себе задания, что вот надо утром встать там, я ночью не сплю, я думаю, как мне к этому прийти. Они не должны нас загружать, они должны, наоборот, нас радовать. Мы поставили цель, мы визуализировали себя там в конце, когда мы ее достигли, и все, и у нас должно быть хорошее настроение, потому что настоящая цель, она, это не то, что не дает нам уснуть вечером, это у нас в бессонницу какую-то повергает, да, а это то, что заставляет нас в утром рано стоять в постели и двигаться, двигаться, двигаться. Вторая наша задача – это работа со списком контактов. Прежде чем с ним работать, нужно научиться его составлять. На самом деле у нас у всех есть в телефонах большие списки, и мы знаем, что… ну, я позвоню, да, это мои люди, я им позвоню. Очень важно не оставлять этот список просто в телефоне, а выписывать его на бумагу. То есть, потому что мы, выписывая на бумагу, мы этого человека еще раз вспоминаем, мы вспоминаем место, где мы с ним познакомились, или где мы там, может быть, вместе учились, или еще что-то. Мы параллельно вспоминаем каких-то новых людей, которых знает этот человек, наш знакомый. То есть мы вспоминаем, да, есть, то есть, значит, мы через него можем достать контакты. То есть наша задача – постоянно пополнять этот список. В тех же дубликационных материалах предлагается такой же вот бланк, где есть несколько колонок, когда мы пишем имя человека, номер телефона, e-mail и отдел заметки. Я всегда рекомендую в заметках делать, может быть, даже две колонки. Первая колонка, когда мы делаем заметки до нашего звонка человеку, до того, как мы с ним вообще разговариваем, что-то предлагаем, а вторая после, например, мы пишем, кто это, откуда он, кто нам дал его контакт, или где мы с ним познакомились, или как давно в последний раз мы увиделись. Мы напоминаем себе сюда пометочку про этого человека, которому мы собираемся позвонить. У нас, может быть, еще нет его e-mail адреса, да, вот. А потом, когда мы с ним созваниваемся, это уже когда начинается с ним работа, то для своего последующего звонка мы назначаем, может быть, время. Мы здесь записываем время, когда мы назначили с этим человеком поговорить, да, или же он сказал, чтобы мы перезвонили в определенный день, когда он вернется откуда-то там, не знаю, с командировки, или будет готов с нами встретиться. То есть уже те пометки, которые у нас возникают в результате нашего первого разговора с этим человеком. Может быть такая ситуация, когда вы помните имя человека, но не помните больше ничего. Вот вспомнили имя, да, я помню, вот я с ним где-то познакомился, но у меня нет абсолютно никаких больше его контактов. Все равно записывайте в этот список. Рано или поздно вы этого человека либо встретите, это работает закон вселенной, либо он вам сам позвонит, либо встретите какого-то общего знакомого, и вы сразу же у этого общего знакомого спросите номер телефона, потому что вы уже думаете об этом человеке, которого вы разыскиваете. Вот. У меня была такая история, когда я начала писать свой список контактов, в какой-то момент я решила перечислить всех своих одноклассников. И знаете, вспомню одного мальчика, вот визуально помню, знаю, что он блондин, крупный, высокий, я даже не могла фамилию вспомнить, вообще не могла фамилию вспомнить. Но я его вписала, просто вписала в этот список. И когда я начала пошагово прямо вспоминать с закрытыми глазами свой класс, кто за каким столом сидел друг за другом, вы знаете, вот честное слово, не ради хвостовства, а я училась в двух школах, у меня было два коллектива, я записала всех 33 учеников одноклассников своих, и вспомнила, естественно, фамилию этого мальчика. Вот как дошла визуально до него, как он сидел за последним столом в среднем ряду, вот дошла до него визуально, и все, и сразу вспомнила. Вот такая вот наша память, она так работает. Поэтому есть предложение делать все-таки эти списки, и даже, может быть, делайте их несколько штук. Допустим, на одном листе у нас будут наши одноклассники, на другом листе у нас будут наши друзья из того города, где мы жили 10 лет назад. Сейчас мы переехали, теперь у нас появился новый круг друзей, вот этот лист у меня будет с новыми друзьями. Это тоже хорошо, делать такие классификации, и вам это в последующем поможет работать. Но главное, что нужно писать, 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 постоянно писать. Не важно, что у вас там куча визиток уже собрано, вы там с кем-то обмениваетесь, да, все равно переписывайте из визиток, все равно переписывайте в этот список. У нас, когда наш член правления Франтишек Солар начинал нам рассказывать о том, как он начинал свою карьеру, он приносил и показывал нам свои списки. Он сказал, они у меня уже хранятся много-много лет. Это уже были такие сложенные, потрепанные листочки, потертые все. И он говорит, это мой бизнес. Вот эти листочки, говорит, я пишу и продолжаю писать, несмотря на то, что у меня уже хороший крупный бизнес, у меня огромная структура, но тем не менее я постоянно пополняю этот список контактов, постоянно, потому что, когда мы сегодня говорим об успехе, мы понимаем, что возможности нашего успеха каковы. Короткий список у нас будет контактов, у нас будет маленькая команда и, естественно, маленький бизнес. Если мы сделаем большой список кандидатов, то тогда мы сможем из них все-таки собрать большую команду, это все тоже зависит от конверсии, она не всегда бывает стопроцентной, она крайне редко бывает стопроцентной. Поэтому чем больше людей у нас будет в списке, тем действительно больше бизнес мы можем сделать, и большую команду мы сможем построить. Но из какой сферы нам легче всего выбирать людей? Здесь тоже как подсказочка вам, и мне эта подсказочка, потому что когда ты думаешь просто, не можешь вспомнить, а когда ты видишь перед глазами вот эти категории какие-то, сферы, то, может быть, даже глянув на этот список, к вам придет в голову какой-то, вдруг вы вспомните какого-то нового человека. Ну вот такое тоже бывает, да? Вот, то есть это досок наш, спорт, хобби, отпуск, там, куда мы ходим на тренировки какие-то. Вот, потом это наше образование, когда мы какие-то курсы, тренинги, школы, всевозможные бывшие одноклассники, да, наша работа у нас у всех, у многих, во всяком случае, есть основная работа, где мы проводим большее количество времени, у нас тоже есть там определенные коллективы, вот с этими людьми мы тоже можем говорить. Есть люди, с которыми мы знакомимся спонтанно, в театре, в кинотеатре, на концертах, там случайный какой-то вопрос, какой-то случайный такой легкий разговор, естественно, мы ничего не рассказываем о проекте, мы просто заинтересовываемся, только очень-очень искренне человеком, может быть, делаем комплименты, или там, если мы в театре, в антракте, мы можем спросить, ну, как вам игра актеров, а мне вот это понравилось, мне вот это. То есть вы завязываете совершенно спокойный, искренний разговор с человеком и просто обмениваетесь контактами. Вот, у нас даже наша Кат, кто знает, Кат, менеджер по коммуникациям, она однажды на тренинге привела такой пример, она говорит, когда я вижу человека, я понимаю, что я ужасно-ужасно-ужасно хочу с ним поговорить, но вот ничего, ничего у меня не получается, я не знаю, за что зацепиться, я говорю, а есть у вас случайно ниточка? Человек говорит, ниточка, а для чего? Она такая, потому что я очень хочу завязать с вами разговор. Вот, и знаете, это, ну, наверное, вот эта вот искренность, эта непосредственность, она располагает человеку, но, естественно, человек на такое улыбнется, да, и, возможно, спросит, а чем же я вас так заинтересовал? Все, разговор уже завязался, на самом деле, да. Вот. Семью и родственников ставим на немножечко пониже, если мы новички, то не набрасываемся на родственников с нашими презентациями, с нашими предложениями, потому что, я уже когда-то говорила, нет, ророков в своем отечестве нас не всегда воспринимают всерьез, особенно если мы были в других сетевых компаниях или в проекте, в которые там, ну, что-то там не получилось, не пошло, повалилось или еще что-то, а таких тоже очень много было, вот, мы многие через это проходим, самое главное вовремя остановиться, да, то родственники немножечко отстраняются от нас, поэтому мы лучше их не трогаем, лучше пусть, когда мы уже достигнем каких-то результатов, тогда мы уже им расскажем о своих успехах, да. Вот. В Facebook и другие сети – это люди, с которыми мы постоянно общаемся, может быть, даже и не знаем, какие-то посты там комментируем, поэтому, можно сказать, это уже наши потенциально знакомые, мы можем к ним тоже обратиться и тоже сделать им какое-то предложение, вот. Ну и, возможно, еще у нас есть места, где мы сидим в очереди, там тоже можно завязать какой-то разговор и взять какие-то контакты, вот. Если мы новички, если мы начинаем только строить структуры, то какие же люди нам нужны для старта, подходящие даже, так скажем, какие люди нам подходят для старта? Конечно же, легкие, которые открытые, которые приветливые. Нам не нужно создавать себе прям вот с первых своих шагов какую-то, ну, какие-то дополнительные трудности создавать себе не будем. Начнем, можно сказать, репетиции, да, старт делаем с такими людьми, которые отзывчивые, которые нам доверяют, с которыми нам легко общаться. Хорошо бы, чтобы в бизнесе нас встречались только такие партнеры, но они, конечно, бывают очень разные, потому что все они подразделяются на четыре основных психотипа, и для того, чтобы с этими людьми войти в контакт, у нас получился очень хороший, продуктивный, результативный разговор, нам очень важно, как я уже говорила, настроиться на их волну. Для того, чтобы мы могли настроиться на их волну, нам нужно немножечко научиться их различать, различать эти психотипы, понимать, какие характеристики у них, и что этот человек хочет от нас услышать, как с этим человеком общаться для того, чтобы он вообще откликнулся и слушал нас. Значит, все эти психотипы делятся вот на такие вот четыре категории – командир, звезда, гуманист и дипломат. Цвет иногда может не совпадать, где-то может быть в каких-то интернете, если вы видите материалы, гуманисты, дипломаты иногда там меняют цвет, там сине-зеленый, но цвет абсолютно не принципиальный, а принципиально само название психотипа и понять, кто он и что он, и кто перед нами. Очень важно научиться по буквально нескольким вопросам-ответам понять, кто это. Вот сейчас я вам дам какие-то подсказки, какие-то основы, и дальше мы будем сначала себя определять, а потом определять своих собеседников. Кто такой командир? Командир – это человек, который ориентирован на достижение цели. То есть он может быть властным, он может быть конкретным, он понимает, чего он хочет, у него важен конечный результат, он знает, каков должен быть конечный результат, он может разговаривать с командами, это очень часто руководители каких-то там отделов и предприятий, у него четкие действия, у него все по полочкам разложено, то есть он, если знает задание, знает цель какова, он тут же разложит ее на подцели, моментально, причем без там всякой какой-то чужой помощи, ему ничего этого не нужно, у него все кратко и четко, то есть он отдает команды кратко и четко, излагает мысли кратко и четко, у него во всем должна быть подготовленность, у него должно быть профессионализм, и очень важно уважение, он должен чувствовать к себе уважение, то есть он требует к себе уважения. И когда мы с таким человеком беседуем, когда мы ему что-то предлагаем, то важно нам понимать, как нам представить нашу технологию. То есть мы должны учитывать все его качества, мы ему рассказываем о технологии, показывая, что это, допустим, люкс-класс, что это, что у нас высокие стандарты, что это все современное обновленное, что это очень выгодно, что это очень прибыльно, то есть что здесь качество, есть комфорт. Понимаете, то есть все, что мы рассказываем о нашей технологии, оно должно соответствовать его восприятию, когда мы знаем, что это за человек, мы знаем, что ему показать. Мы не будем ему говорить, допустим, ну давай, мы с тобой сейчас пойдем, примем участие в этом проекте, мы же будем спасать планету, мы будем спасать все человечество. Это для него не аргумент, он скажет так, конкретику, дай мне конкретику, что ты от меня хочешь, что я могу сделать, что я в конечном итоге получу. И вот так мы должны представлять ему технологию. Я недаром поставила сюда такую картинку, если вы вспомните мой фильм «48 попугаев», там были четыре персонажа, и все они были абсолютно разные. Так вот, эти четыре персонажа очень соответствуют каждому из четырех психотипов. И вот командир у нас там был попугай, который закинув руки за спину, шел, отмерял, командовал, говорил, кто что должен делать. То есть вот это конкретика и четкость, это и есть качество командира. Почему перескакивает у меня? Следующая звезда. Звезда у нас человек солнечный, позитивный, звезда у нас человек праздник, он такой приятный, раскованный, с ним нельзя торопиться, ему нужно показывать все в ярких красках, это человек эмоции. То есть мы здесь, ну вот психологи дают такую характеристику, что есть еще хвастовство, провокации, да, возможно, возможно, некоторые звезды любят хвастнуть, и может быть, если им скучно, они могут даже какую-то провокацию сделать, чтобы пошла движуха какая-то, пошло что-то. То есть этому человеку нужно внимание, этому человеку нужен успех, этому человеку нужно, чтобы все было вокруг яркое, эмоциональное. И когда мы технологию ему, что-то у меня сегодня компьютер перескакивает, когда мы будем ему рассказывать о технологии, то мы, конечно, должны ему эмоционально его затронуть каким-то образом. Очень им нравится, когда специально для них, когда мы персонализируем их и говорим специально для тебя, есть какие-то у нас суперусловия, эксклюзивные предложения, мы вот предлагаем только лучшее, только все позитивное. То есть звезда это легкий эмоциональный человек, и как раз-таки со звездами очень легко делать старт, но у них есть еще одно качество, они могут загореться, понаобещать. И если мы сегодня по-горячему не сделали то, что мы должны были сделать, то вообще зачем мы к нему обратились и зачем мы пришли, да, то через каких-то два дня он потухнет, он уже может загореться в каком-то другом проекте, сказал, ой, слушай, у меня там меня позвали, мне предложили, ой, там вообще классно, супер, давай потом, давай потом. Все, он потухает не потому, что у нас плохо или ему что-то не понравилось, потому что его внимание уже переключили. Поэтому если мы завладеем его вниманием, если мы заинтересуем его и расскажем, чего он может здесь достичь, что он может здесь получить, какие у него есть перспективы, то, конечно, звезда будет наша. Вот, и у нас есть такая одна звезда, которая на сегодняшний день стала куратором Нигерии, тоже Кристиана тоже все знают. Это, знаете, наша история, с которой мы прошли, и так здорово, когда ты, оборачиваясь назад, понимаешь, что мы прошли, как люди вырастали на наших глазах, чего достигали. Ну, здорово, вообще, в нашей команде классно, правда? Правда, кто со мной согласен? Ну, классная у нас команда, хорошая у нас вообще сама компания. Не знаю, я очень рада, что я здесь, потому что все настолько позитивное, настолько классное, ты понимаешь, какое большое дело ты делаешь положительное. Так, дальше, переходим к гуманисту. Да, спасибо, Артем. Переходим к гуманисту. Кто такой гуманист? Это человек, который нацелен на процесс. Если командир и звезда, они все-таки нацелены на конечную цель, да, ориентированы на конечную цель, им важно, что будет в конце, как будет в конце, да, то гуманист и дипломат, у них, для них очень важен процесс. И вот как он проходит этот процесс, что происходит в этом процессе, да, какие, да, какие процессы происходят в процессе. Ну, в общем, понятно, вы меня поняли, да, для них это очень важно. Они все делают плавно и медленно, они ориентированы на отношения, на отношения с людьми. Они вот гуманисты, понимаете, чтобы всем было хорошо, чтобы людям было хорошо, чтобы людям было комфортно. Они такие человечные, они такие творческие люди. Вот, они, для них очень важна оценка других и как их оценивают другие. И как будут оценивать другие, допустим, тот же проект, в который их приглашают, они будут, им будет важно, а кто пишет о нашем проекте, а где его упоминают, а где вы участвовали, в каких выставках, а как отзываются. То есть это такие люди-гуманисты, которым нужно признание их самих, дать им возможность делать добро и дарить себя людям. Вот, и они тоже нам, ну, нам все подходят, да, для нашего проекта. Вот, поэтому, когда мы им презентуем проект, мы как раз делаем акценты на то, что мы забота об окружающих, что мы заботимся об не только людях, но и окружающей среде, что у нас низкая аварийность, практически, да, высокая безопасность. То есть мы на всех человеческих качествах рассказываем о традициях, о том, что здесь проявлено очень большое творчество, что если этот человек будет участвовать в проекте, то у него тоже откроются большие перспективы. Он сможет вот как раз-таки принять участие в спасении планеты, принять участие в каких-то таких вот грандиозных событиях, мероприятиях, которые мы производим, и точно так же сделать карьеру. И на этих мероприятиях возможно тоже получить какие-то, ну, даже те же признания, да, которые для него очень значимые и очень важные. Вот, в принципе, в мультфильме у нас таким был удав, да, я вот забыла обратить внимание ваше на картиночку, да, что вот мартышка у нас была звездой. Звездой была мартышкой, такой стопроцентной звездой. Удав у нас был гуманистом. И последний – это дипломат слоненок. Это человек, для которого важны цифры, факты, таблицы, не знаю, какие-то сертификаты. Очень важно, чтобы все было разложено по полочкам. Он может задавать нам такие вопросы, которые будут от нас требовать абсолютной точности. Потому что, если он спросит, мы ему ответим, он скажет, а покажи, а где это написано, а чем это доказано. То есть у него нужна конкретика. То есть дипломат – это своего рода аналитик. То есть мы можем сказать дотошно, но правильнее будет сказать скрупулезно. Он разбирается скрупулезно во всем для того, чтобы принять решение. Такие люди, которые приходят в магазин, например, им не нужна помощь консультанта, который там в магазине бегает. Они уже заранее изучили товар, его характеристики, все плюсы и минусы. И вот они приходят в магазин, может быть, с единственным каким-то последним вопросом, но этот может быть очень сложный для консультанта, для того, чтобы принять решение. И дипломату не хватило одного. Поэтому, разговаривая с дипломатом, когда мы знаем, что этот человек такой может задавать такие и такого рода вопросы нам, нам нужно все-таки запастись информацией, потому что для него важно, он будет сопоставлять качество и цену, для него важна надежность, удобность, запланированность. То есть здесь мы можем говорить о наших 15 этапах в обязательном порядке, что если звезде мы можем не делать на даты какие-то акценты, то для дипломата в обязательном порядке мы говорим про цифры, про финансы, которые на каждом этапе должны быть собраны, должны были быть собраны, как мы переходили с этапа на этап, что у нас еще ждет впереди, что у нас построено, что не построено, что сертифицировано, что еще в процессе. То есть вот все технические характеристики. Он может вам задавать вопросы, а как крепится это колесико, а почему оно вот так, а почему оно не падает, еще что-то. То есть вы можете с одним колесиком отвечать, отвечать, отвечать на вопросы. Поэтому, когда мы идем на разговор к дипломату, конечно, нам можно очень хорошо запастись разной информацией, достаточно такой серьезной, и, как правило, факты, цифры, цифры четкие, да, и факты. Если поговорить о достижениях, о целях этих людей, на что мы можем делать конкретно акценты... А, кстати, вот, кстати, если сейчас кто-то, кто уже себя немножечко узнал вот в этих описаниях, идентифицировал, можно сказать, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто вот точно себя смог сегодня понять, что вот я, оказывается, командир там, или вот нет, а я все-таки, наверное, звезда. Ну, ладно. Ну, среди наших знакомых, наверное, тоже мы узнаем, что и знакомых своих, когда начинаем читать описания, мы узнаем каких-то своих знакомых, наверное, родственников и своих друзей. Так, монеты. Ну, хорошо. Идем дальше тогда. Значит, если мы, говоря с этими людьми, хотим сделать какой-то акцент, почему мы их приглашаем, чего они могут достигнуть, каких целей они могут достигнуть в нашем проекте, то, допустим, внимание командира мы можем обратить на маркетинг. Причем, рассказывая о статусах, командиру мы говорим, вот у нас есть в маркетинге, значит, такое подразделение на статусы, что если вы становитесь лидером, то у вас в команде есть как минимум три человека, для которых вы становитесь наставником, для которых вы становитесь примером, которым вы можете помогать, помогать ставить им цели, знаете, своего рода управление какое-то, да. То есть если вы становитесь мастером, например, у вас уже будет, вы будете наставником как минимум для 12 человек, вы будете для них примером, да. Они будут ориентироваться на вас, они будут дублировать вас. Кроме того, в компании вы можете, начиная со статуса мастер, уже есть возможность стать региональным куратором, допустим, да, или тем же региональным спикером. То есть командиру очень важны вот эти вот конечные цели, которых он может достигнуть здесь, находясь в нашем проекте. Для звезды, допустим, говоря о тех же статусах, говоря о том же лидере, о том же мастере, для звезды мы подчеркиваем, что в нашем проекте ты можешь достигнуть там, допустим, статуса мастера и получить брендовую ручку с логотипом компании. Такая замечательная. А если ты достигаешь там, дальше идешь, достигаешь там эксперта, то ты получаешь денежный подарок, на который ты можешь купить телефон. Если достигаешь топ-эксперта, там ты можешь купить ноутбук, да, то есть мы говорим ему, делая акцент на подарки, что у нас очень много разных мероприятий. На этих мероприятиях можно выступать, на этих мероприятиях можно делиться своим опытом. Если там у человека есть какой-то опыт, если он проходил какие-то тренинги, мы обязательно подчеркиваем, делаем комплименты этому человеку и говорим, ты тоже можешь делиться опытом. То есть, понимаете, звезда должна быть в центре внимания, звезда должна быть признана. Звезду нельзя критиковать. Поэтому, исходя вот из этих, из этих качеств, мы и формируем, и помогаем ему сформировать свои цели. Гуманисты-дипломат, они в этом плане более спокойные люди. Для них важен очень процесс, сам процесс, вот как он происходит. То есть мы с гуманистом, например, говорим о том, что мы участвуем в этом проекте, ты в этом проекте, ну то есть, как я уже говорила, мы рассказываем о том, где мы участвовали, то есть мы с этой стороны показываем проект, и мы ему говорим, вот как ты думаешь, вот если ты примешь это участие в этом проекте, сколько бы ты мог привлечь сюда, допустим, клиентов. Есть ли такие люди, которых вот ты тоже мог бы повести за собой, которые, как и ты, нацелены на то, чтобы, условно говоря, спасать планету. То есть его не возьмешь какими-то, может быть, амбициями. Гуманисту нужно показать важность, что и он, и его друзья, и участие в этом проекте очень важны, важны для планеты, важны для этого проекта, что только вот, чем больше вот таких будут людей, которые будут ставить для себя целью помощь, целью участвовать в таких вот благих делах, тем быстрее наш проект достигнет того же 15 этапа, тем быстрее мы закончим сертифицирование технологий, тем быстрее мы закончим строительство скоростной трассы. То есть это очень важные моменты для самого гуманиста. И таким образом он может и свои цели ставить, потому что, допустим, вот сейчас мы можем со всеми ставить цель поездка в Шаржи. Мне кажется, и командиру звезди, и гуманисту, и дипломату будет интересно посмотреть на тот результат, который сейчас в нашем во втором экотехнопарке в Арабских Эмиратах строится, и которого мы сейчас все ждем. С дипломатом, конечно же, как всегда, цифры. Мы говорим о цифрах, мы раскладываем ему его возможности, при этом мы его спрашиваем, а сколько бы вы могли бы вложить? А как вы думаете, ну то есть сколько сам, сколько вы могли бы привлечь, допустим, за год инвестиций, если бы вы участвовали в нашем проекте. Ему мы обязательно рассказываем, показываем все сертификаты, и в то же время мы можем сказать, что именно с нашим участием, с нашим участием этих сертификатов становится больше, потому что мы все участвуем, потому что мы все строим, потому что мы все в процессе. То есть очень важно уметь определить все-таки хотя бы по самым-самым-самым первым каким-то вопросам, ответам, по первому контакту, если мы сумеем определить тип человека, психотип, нам будет с ним общаться гораздо легче. Я сейчас вам еще одну подсказочку дам, по которой, это как табличка, по которой можно определить психотип человека, который тоже помогает, потому что человек себя нам преподносит, показывает нам себя на трех уровнях, на эмоциональном, на эмоции, жестикуляции и скорость принятия решений. Вот по этим трем параметрам мы можем тоже определить, кто перед нами сейчас находится, звезда, гуманист, дипломат или командир. Вот здесь показана десятибальная шкала и три колонки. Я забываю, что у нас есть вот такая вот птичечка. Вот это у нас колоночка эмоциональности, вторая у нас – это жесты, по жестам, как мы определяем, и третья колоночка – это принятие решений, как быстро человек принимает решения. И вот по десятибальной системе, допустим, если мы берем звезду, то мы видим, что у него эмоциональный фон достаточно высокий, человек эмоциональный, то есть это буквально высшие баллы. Жесты у него тоже на высоком уровне, на высокая оценка, высокая планка, то есть он достаточно такой эмоциональный, он жестикулирует, он выражает свои мысли, эмоции, помогая себе обязательно руками. И принятие решений у него буквально выше среднего, пусть не на самом высоком, но выше среднего, потому что он все-таки, вот как мы говорили, он на волне, он на эмоциях, мы его… он загорелся, мы его зажгли, и он на эмоциях и в принципе решение принимает. То есть если мы немножко помедлим, все, эмоция ушла, и решение тоже будет, может, вообще даже отложено на какое-то время. Гуманисты у нас по эмоциям тоже достаточно эмоциональные, выше среднего у них оценка, потому что им нравится, они загораются тоже проектом, когда это очень важно, когда это очень значимо, они тоже загораются этим проектом, потому что для них вот важно отношение к людям, для них важен этот процесс, то есть эмоции у них хорошие, да, жестикуляция у них на… ну, средние, то есть человек умеет высказать свои мысли, не особо жестикулируя и помогая себе, допустим, руками. Да, принятие решений находится немножечко на нижнем, на низшем уровне, потому что он все-таки анализирует, он анализирует, он думает, надо, не надо, смогу, не смогу, буду, не буду, насколько это будет хорошо, насколько это будет полезно, то есть он раздумывает, да, и принятие решения у него не спонтанно, не сразу, у него будет очень продуманное, поэтому мы набираемся терпения, когда разговариваем с таким человеком, ну, не опускаем руки, это не значит, что, ага, все, ничего не получилось, нет, если ему надо подумать, пусть подумает. Дальше, командир у нас по эмоциям достаточно сдержан, здесь больше могут быть такие, знаете, даже сами эмоции, если это похвала, это не будет, вау, как это классно, как это здорово, как бы сказала звезда, да, эта похвала может быть достаточно среднеэмоциональная, то есть ты молодец, ты здорово, хорошо, мы к этому шли, поехали дальше, вот, жесты у них, да, жесты у них выше среднего оценочка, они у них даже чаще такие, знаете, указательные, так, иди туда, бери это, делай вот так вот, то есть такие, ну, жесты командира, жесты начальника, да, который просто помогает себе донести до людей жестами то, что он хочет сказать, вот, принятие решения у него тоже молниеносно, потому что он знает, чего он хочет, он знает, как идти, он знает конечную цель, поэтому все, если у него совпали какие-то факторы, которые там, его понимание должны были совпать для принятия решения, все, он моментально принимает решение, вот, и дипломат, это очень спокойный человек, он эмоционально спокойный, он не жестикулирует, он себе там копается, дотошно разбирается в деталях, он может очень долго копаться в деталях, и это ему доставляет удовольствие в конечном итоге, сопоставив все свои, и, значит, за и против, он принимает решение, тоже немножечко принятие решения, немножечко ниже среднего, да, вот, вот по вот этим вот характеристикам, вы тоже, вот, можете определить человека, допустим, своего уже хорошего знакомого, да, вы можете проанализировать, которому, допустим, вы сейчас идете на разговор, вы хотите его пригласить, вот, то вы уже понимаете, немножечко настраиваетесь на его волну, и понимаете, как с ним разговаривать. Дальше, в отношениях к целям, к которым мы сегодня говорим о целях, у нас люди подразделяются на три типа, и эти три типа очень легко сравнить с игроками хоккейными, да, с игрой, с игрой в хоккей, так скажем, то есть есть три типа людей, одни у нас игроки, второй тип это аутсайдер, и третий это зритель, ну, кто у нас такой игрок? Игрок это человек, который знает, чего он хочет, девиз игрока, я готов рискнуть, достичь цели, но наилучшим способом, да, то есть он готов, это вот командир, конкретно можно их поставить, да, командир это игрок, ну, не всегда игрок-командир, но командир это игрок, он знает, чем он хочет, он идет к этой цели, если есть какие-то преграды, он их преодолевает, он не отступает назад, если нужно сделать паузу, он сделает эту паузу, соберется с мыслями, примет еще раз какое-то решение, возможно, был намечен неправильный путь, надо перепроложить путь, как нам говорит в машине навигатор, да, и идти дальше, это игрок, игрок очень быстро себя проявляет во время презентации, особенно если у вас личная беседа тет-а-тет, он себя проявляет очень быстро, потому что он моментально схватывает, что в этом проекте его заинтересовало, он это схватывает, ему не надо ничего разжевывать, он так понимает, так, все здорово, меня это устраивает, мне это подходит, я хочу, я буду, вы можете не довести презентацию до конца, игрок вам уже начнет задавать вопросы, причем вопросы по существу, вопросы по делу, так, что я должен сделать, чтобы дойти до этого, там, допустим, до лидера, что мне нужно сделать, с чего мне нужно начать, как мне зарегистрироваться, да, то есть он моментально схватывает, и моментально принимает решение, это игрок, аутсайдер, это бывший игрок, его девиз, действовать, это значит рисковать, то есть человек, у которого есть какой-то негативный опыт уже в каких-то проектах, в каких-то делах, то есть он был игроком, потерпел неудачу, где-то его попрактиковали, где-то он проиграл, возможно, конкуренцию какую-то, да, там он ждал какое-то рабочее место, там он проиграл, ну, в общем, человек, который потерпел неудачу, и вот эти старые неудачи, которые его преследуют, на нем базируется принятие последующих решений, он всегда думает, а вдруг мне опять не повезет, да я лучше посмотрю, да я присмотрюсь, с этими людьми нам работать можно, с ними работать легко, ну, может быть не так, как с игроками, да, но мы понимаем, что если мы поможем, выслушаем человека, какие у него были неудачи, что именно его сейчас начало так ломать, из-за чего он сейчас начал делать шаги назад, поговорив с этим человеком, мы можем попробовать ему нарисовать картину, как сказать, то есть убрать, избавить его от этого негативного опыта, то есть не спровоцировать слово, сподвигнуть, пауза, смотивировать, вот, наверное, так, смотивировать его еще раз, дать, помочь ему забыть опыт, и сказать так, все, переступили, пошли дальше, ты был игроком, ты это делал, ты это сможешь, то есть, мотивируем, взбодрим его, покажем плюсы, расскажем немножко побольше, наметим какие-то вместе с ним шаги, и все, аутсайдера мы переводим в категорию игрока, и работаем с ним дальше, и третья категория, это зритель, его девиз такой, я пребываю в анабиозе, а вы будете добры, хвалите меня, хвалите, а я тут буду, да, лежать на заваленке, то есть, зрители на самом деле для нас это достаточно сложная категория, и может быть иногда, когда мы понимаем, что человека с места уже не сдвинуть, он не хочет, он не хочет, он, понимаете, он может быть таким, да, я все знаю, да, я знаю, что надо делать, да, я могу давать советы, да, но сам он ничего не делает, он наблюдает за игрой, он может ругать игрока, он может давать советы, но сам на это поле никогда в жизни не выйдет, а если выйдет, он не будет знать, что ему делать, да, поэтому если этот человек категорически уже от вас отстраняется и говорит, нет, 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 мне тут хорошо, мне на своем диване хорошо, то может быть и стоит его оставить в покое, не тратить на него время свое, самое лучшее, что мы можем сделать, это предложить ему лежать на мягком диване с подушечкой, да, а не на какой-то твердой лавке, рассказав, что если у него будет хотя бы один пакет инвестиционный, то в будущем, возможно, он увидит, что он вообще потерял, да, вот, и почему он не послушал нас, то есть этого человека можно сделать одноразовым инвестором, да, но вполне возможно, что вы не сможете его перевести ни в категорию аутсайдера, потому что нужно по нарастающей, ни в категории игрока, поэтому не тратьте на него время, то есть пробуйте, пробуйте с ним отработать вот такую планку инвестора, да, если нет, нет, оставляйте в покое, все, пусть дальше лежит на своем диване, возможно, придет время, когда он спохватится и сам к вам придет. Поэтому мы все-таки в любом случае работаем, в любом случае развиваемся, играем, давайте мы все будем оставаться все-таки в категории игроков, будем в эту категорию переводить всех наших партнеров, будем искать таких, будем работать с ними, вот, потому что пока кто-то думает о риске и переживает, а кто-то просто рискует и добивается успеха, да, это слова Роберта Киосаки, кстати, порекламируя немножко его книгу «Богатый папа, бедный папа», очень мотивирует вообще принимать какие-то решения, мотивирует инвестировать, мотивирует вообще двигаться, работать, достаточно хорошим языком написано, как для ребенка объясняется, не нужно быть никаким финансистом, чтобы понимать, о чем идет речь в этой книге, да, как начинать бизнес, как строить бизнес, и, кстати, наш инвестиционный бизнес туда тоже входит в одну из высоких категорий, вот, все равно у нас это, так как у нас этот вебинар по дубликации, хочу вам еще раз напомнить, что мы продолжаем работать с партнерами, умеем, не умеем мы быстро сейчас определить командира, умеем, не умеем мы настроиться моментально на их волну, мы всему этому будем учиться, но мы не забываем о наших инвестиционных возможностях, которые сейчас есть в нашем кабинете, что время идет, часы тикают, сегодня четвертое число, у нас осталось 26 дней, предлагаем людям вот эти вот наши, делаем эти предложения, предлагаем эти пакеты, предлагаем принять участие, просто не забывайте, потому что у нас сейчас есть три очень хороших, нужно сказать, мотивационных момента, мотивационных инструмента, благодаря которым мы сейчас можем работать и зарабатывать, и привлечь, построить структуру, привлечь людей, потому что эти пакеты, это очень выгодный дисконт, очень выгодный, один к 100, один к 60, но не буду ничего сейчас рассказывать, все подробности есть в кабинете, плюс не забывайте, что у нас есть конкурс Level Up, у него правила очень упрощены сейчас, и поэтому тоже почитайте все правила, там тоже очень хорошие возможности, есть даже для новичков, для хорошего старта, и точно так же до сих пор у нас еще работает 10% новичков, который проинвестировал в течение 7 дней после регистрации, вот это третий наш инструмент на сегодняшний день, благодаря которым мы можем делать хорошую структуру. На сегодня у меня будет все, если есть какие-то вопросы, можете задать какой-то вопрос, и в следующей дубликации, если ничего не изменится, то это следующий четверг будет, мы поговорим еще о двух задачах спонсора, это о планировании времени и проведении презентации, с учетом как раз-таки вот этих психотипов людей, для того, чтобы мы не совершали ошибок и не теряли время впустую, мы поучимся немножечко, как делать им презентацию. Вот, на сегодня все у меня, я благодарю, что вы были со мной сегодня, и до новых встреч. Спасибо. Я тоже вас всех благодарю, спасибо, что вы были на этом вебинаре. До свидания. Всего вам всего хорошего. Желаю вам всем хорошего вечера. Спасибо. Комплекс решений SkyWay состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели создания комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода SkyWay лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины, способные разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материала емкости. Такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика.